Доброго времени суток! Меня зовут Август. В данном видеообзоре мы с вами рассмотрим пример сопровождения и предоставления видеоуроков. Ваше внимание в данном видеоэпизоде должно быть обращено на это минимизированное окно. То, что находится сверху, непосредственно предоставляется для организации этого видео. Поэтому большую часть внимания уделяйте миниатюризации этого окна. Итак, приступим. Для базовой демонстрации мы с вами рассмотрим вкладку «Система». Для этого нажмем кнопочку «Пуск», проанализируем выпадающее окно, перейдем в панель управления и нажмем вкладку «Система». В данной вкладке вам предоставляется информация о общей установленной системе Microsoft Windows XP «Профессионал». Персия 2002, сервис пак 3, имя пользователя, компьютер, идентификационный номер в домашней сети и, соответственно, параметры процессора и оперативной памяти. Дополнительно по вкладкам можно для разнообразия проанализировать дополнительные свойства компьютера. Описание, идентификация и вкладка «Изменение параметров». Нас с вами будет интересовать в данном видеообзоре вкладка «Оборудование». Для переключения на вкладку «Оборудование», соответственно, левой кнопкой мыши, мы с вами переходим на опциональное разрешение окна. В диспетчере устройств мы с вами проанализируем установленное и определенной операционной системой компьютерное оборудование. Опциональное окно системы оборудования может нам предоставить полноценный обзор установленных и неустановленных устройств. Из перечисления – жесткие диски, установленные батареи и источники бесперебойного питания, видеоадаптеры, проще говоря, видеокарты с функцией 3D, дисковые устройства, звуковые и видеоигровые устройства, клавиатуры, подключенные на хост-компьютеры, контролеры в универсальной и последней шине USB, подключенные и настроенные модемы, функциональные мониторы, мыши, порты COM1 и прочие, сетевые платы, системные устройства и устройства по шине HIT. Для дальнейшего развития видеообзора мы с вами во вкладке «Видеоадаптеры» рассмотрим подпункт установленных и настроенных видеоадаптеров. Для этого правым кликом на данном устройстве мы можем опционально анализировать окно «Обновить драйвер», «Отключить», «Удалить», «Обновить конфигурацию оборудования». Либо сразу перейдя во вкладку «Свойства» мы можем получить дополнительный вывод от операционной системы полный анализ установленного оборудования. Применение устройств позволит нам отключить либо включить устройство, при определенных неполадках. Вкладка «Драйвер» опционально покажет нам сведения о установленных драйверах, непосредственно путь до библиотеки драйвера, используемой библиотеки, также версию и подпись. Вкладки «Сведения» мы можем проанализировать для углубленного пользователя код экземпляра устройства, коды оборудования, службы и перечислить какие-то определенные характеристики. Можем проанализировать диапазон ресурсов на ввод-вывод и произвести соотношение по нашим мнимым потребностям. То есть, конфликты не обнаружены, но если возникают конфликты, наша главная опциональная вкладка – это драйвер, где мы можем произвести с вами анализ сведений, обновить непосредственно драйвер, либо откатить его до определенного состояния в период выхода и обновления производителя. Дополнительно, конечно, можно это драйвер удалить и установить в последовательности более свежий и перспективный. Спасибо за внимание. Всего доброго. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok